Добрый день! Сегодня я хочу поговорить о том, какое место в аюрведе занимает орган печень. Печень на санскрите называется якрут. Когда мы съедаем пищу, она попадает в желудок, где происходит усвоение элементов кафы, элементов слизи и воды. Когда пища проходит тонкий кишечник, происходит усвоение элементов огня. И когда проходится толстый кишечник, происходит усвоение элементов воздуха или ваты. Можно подумать, что на этом процесс пищеварения заканчивается, потому что пища окончательно впитывается в кровь. Однако именно здесь начинаются самые интересные процессы, связанные с распадом. Пища с процессом, чтобы вещества пищи превращались в вещества нашего тела. И следующий орган, который занимается процессом обработки, это печень. Айурведа говорит, что в печени находятся пять бхута-агни, то есть малых метаболических систем, предназначенных для каждого первого элемента в отдельности, для элемента эфира, воздуха, огня, воды и земли. Недаром в русском языке печень называется печенью от слова «печь». В печени температура крови на 2 градуса выше, чем в окрестных тканях. Западная медицина говорит, что в печени происходит усвоение белков, жиров и углеводов. В Айурведе все время говорится о трех дошах. Усвоением протеинов, белков занимается вата доша печени. Усвоение углеводов занимается пита доша печени. И усвоение жиров занимается кафа доша печени. Если какая-то из душ нарушена, печень переваривает вещества недостаточно качественно и образуется много некачественных веществ. Наиболее известно, когда происходит недостаток усвоения жиров, например, при нарушении кафа в печени. И образуется так называемый плохой холестерин. Но это в западном мире его называют плохим холестерином. В Айурведе это называется сырой медес-агни, то есть не переваренная жировая ткань. Жировая ткань нужна организму. Это не лишняя ткань. Жировая ткань обеспечивает смазку в суставах, смазку всех органов. Но когда она не переварена должным образом, образуется так называемый плохой холестерин, который блокирует движение различных веществ по телу, блокирует движение той же крови в сосудах. Существует множество растений для нормализации работы печени. Но, пожалуй, номером одним из них является растение катука, или ее чаще называют на индийском названии кутки. Это разновидность растений горечавка. Ботаническое название гентиана куро. Это растение предназначено для того, чтобы выскребать из печени лишние вещества и глубокие шлаки. Благодаря куро улучшается процесс усвоения жиров и углеводов главным образом. Это редкое растение, которое подходит одновременно для двух дождь, для питы и для кафы. Если пожевать корень кутки, вы увидите, что он очень горький. А горький вкус одновременно является очищающим, что очень важно для кафы, выскребающим токсины. И при этом охлаждающий, то есть благоприятный для всех воспалительных процессов. Когда в печени активизируются воспалительные процессы, это называется гепатитом А, или заболеванием печени питотипа. Если в печени утяжеляются процессы, это называется гепатитом В, но вы увидите, это нарушение пито-кафотипа. И, наконец, самое грозное – это нарушение ваты, которое в западной медицине называется гепатитом С. Гентиана Куроа подходит для всех трех видов нарушения. Просто зависит от того, какой курс, какая длительность применения этого растения. Гентиана Куроа, или кутки, оно входит в состав очень многих айуродических прописей, в частности, в знаменитой Ороге в Артхане и множество других составов, предназначенных главным образом для нормализации кафы и питты. Я, как член Европейской Ассоциации Юрведы, на своем личном опыте столкнулся с проблемой, что растение кутки сертифицировано не во всех странах Европы. И я очень горд тем, что моему знакомому и мастеру айурведы в Латвии Алексею Ковалевскому удалось сертифицировать эту уникальную траву, это уникальное растение у нас в Латвии. И ее можно получить, обратившись на сайт www.herbs.lv ary.co.uk.